Пошел первый час занятий. Я представляюсь. Третий отрок Юрий Валентинович. По опыту работы инженер-конструктор, инженер-проектант. Потом занимался серьезной экономикой. Сейчас всем этим уже просто пользуюсь. Тризом я занимался, начиная с 70-х. Проходил семинары у основоположников. Заинтересовало меня это, и в дальнейшем я этим занимаюсь более-менее постоянно. Я, прежде чем начать, хочу понять, вот вы сюда пришли, какую цель вы для себя при этом ставили. Алексей, у меня есть глобальный план, который, в принципе, кажется недостижимым. Для тех людей, которые для моего окружения, когда я его озвучиваю, они, мягко говоря, показывают у виска. Но я видел пример достижения похожего результата. И я знаю, что, в принципе, можно достичь изменения. Во всяком случае, можно очень хорошо приблизиться к достижению моего плана. Но мне не хватает знаний. Вот поэтому и здесь. В какой области действия? В развитии общества. То есть это ближе к социологии, к чему? К какому-то из привычных терминов. К политике, к социологии. К политике, к социологии. Это все вместе. То есть это, грубо говоря, есть альтернатива городу. То есть я вижу город абсолютно новый, в абсолютно новом месте, с абсолютно новыми людьми, с другой, не похожей ни на один город в этом мире. Понятно. Я готов вас. Меня зовут Анна. Меня волнует вопрос работы мозга, вопрос старения, вопрос сохранения здравого ума и развития памяти. То есть, то название, которое было объявлено на сайте для нашей занятий, сильное системное мышление, у вас вот так вот трансформируется. Хорошо. Начнем. А я тоже хочу сказать, я пришел сюда для того, чтобы научиться с помощью данного инструмента решать любые жизненные задачи, инженерные ли, политические ли, финансовые ли. То есть мне очень интересно это в области практического применения в своей жизни. Третий подход, когда мы можем наименование заместить. Это уже становится им делиться. Хорошо. Хорошо. Тем не менее, мы начнем говорить о мышлении. Что само по себе, в общем-то, достаточно странная вещь. В свое время Марк Туанн ехиден замерил, что мозги и умение им пользоваться распределено в мире наиболее справедливым образом. Никто не жаловался до сих пор на малое количество мозгов и не умение им пользоваться. То есть, в принципе, люди взрослые абсолютно безоговорочно, без дискуссий уверены, что они умеют пользоваться своими мозгами. Никто из каждой первой считает, что это так. Делаем очень простой коротенький эксперимент. Вот если я сейчас нарисую линию. Вот это вот, скажем так, линия, обозначающая умственное развитие человека. Вот это вот клинчерский дебил. Вот это, скажем, уровень Эйнштейна, Менажда Деринча. То есть, предел возможного. Какая здесь цифровая шкала, не важно. Где вы разносите себя? Где ваше место на этой шкале? Ну, где-то вот. Ну, пожалуйста, вот где? Я бы не помню, если вы скажете, что. Или покажите, где ваше место. Где-то здесь. Так. Вы... Я думаю, гораздо ниже. Ну, давайте я веду медленно, но вы говорите. Хорошо. Ниже, 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 ниже. Где-то одна, две десятых. Одна пятая. Не, ну, одна пятая. Ну, одна пятая, да? Да. Одна пятая. Правильно. Ну, тут вы 50 процентов сделали. Я говорю, одна пятая. Двадцать процентов. Двадцать процентов. От общей величины шкалы? Одна пятая. Вот тут это? Да. Еще ниже. Да, ниже. Одна пятая, да. Ну, какая разница. Вот по вот этой вот картинке уже сейчас можно говорить о вашей личной самооценке. В чем смысл? Вот эта вот цифра очень близка к многотысячной. оценке вот этого примерно делит шкалу в соотношении золотого сечения. Один шестьдесят один. Вот абсолютно чаще всего люди считают, что вот это примерно здесь явно. Да, не Дарьючий, конечно, не Эйнштейн, понятно, но это как-то так. То есть у вас по отношению к себе очень высокий уровень самокритичности. Это больше ни о чем не говорит. Это такой чисто психологический эксперимент. Но то, что я буду говорить, смысл не в этом. Вот смотрите. Есть устоявшееся выражение – стандартное мышление. Чаще всего идет смысл такой – близкий к негативному. То есть это не есть совсем хорошо. Стандартное мышление – это вот как негативная характеристика. Я задам вопрос вот сейчас. Стандартное мышление – хорошо, плохо или нейтральное? Вот без эмоциональных оценок. Как вы думаете? Нейтрально. Хорошо. Хорошо? Нейтрально. Ваше мнение? Нейтрально. Нейтрально. Окей. Задают это второй вопрос. Стандарт – это хорошо или плохо? Наличие стандарта в чем бы то ни было. Хорошо. Хорошо. Если бы не было стандарта, можно представить себе сегодняшнюю жизнь без стандарта как явления? Не слово, а явление. Это когда лампочка в патрон не вкручивается, гайка на блок не накручивается, молоток не имеет центра тяжести там, где он должен быть, топор слетает с топорища, потому что там нет конуса, нет клена. Это отсутствие стандарта. То есть к стандартам человечество шло очень долгое время. Потому что слово стандарт в переводе с французского означало немножко там арт-искусство. Когда ученика принимали в цех мастера, он проходил ученик, подмастерий, и когда он делал образец, который цех принимал, он достигал стандарта. Почему мы все-таки слово стандартное мышление загоняем в негативную оценку? Стандартное мышление – это хорошо все-таки или плохо с той точки зрения, что стандарт сам по себе хорошо? Конечно, хорошо. Конечно, хорошо. Можем представить себе человека, который принципиально нестандартно мыслит. Хозяйка вчера сварила прекрасный борщ, завтра начинает экспериментировать с борщом. То, что я вчера вложил в борщ, мне стало неинтересно. Я начинаю борщ варить по-новому. Не по стандарту. Трудно себе представить. Детей мы учим в школе к чистописанию. Учим буковка так, буковка так. Так пишут все. И вообще это стандарт написания вот таких вот знаков. Напиши вот так, и тебя все прочтут. Нестандартный ребенок говорит, я так писать не буду. Я придумаю свое написание букв. У нас медики все нестандартные. Совершенно верно. Совершенно верно. Я так писать не буду. То есть стандартное мышление почему-то плохо, хотя стандарт это хорошо. Отсюда выходит очень забавная вещь. Как вообще возникла такая штука как стандарт на мышление? Вот возьмем немножко историю развития человека как существа биологического. Вот какие-то незапамятные ремена оно вычленилось из природы. Начало смотреть по сторонам. Оказалось, что раздирать руками туши убитого зверька неудобно. А вот если процарапать костью, то легче это происходит. То есть какие-то незапамятные ремена пошло в пользование инструментом. В этот момент было какое-то мышление? Ну зачатки. То есть в эти самые моменты вот тот прачеловек из всего, что было вокруг него обрел новое качество. Вот сегодняшнее слово изобретатель, изобретение, оно по своему звучанию, по смыслу. Из чего-то обрести. То есть обрести это значит получить то, чего до этого момента не было. Изобретатель это тот человек, который получил, обрел нечто, чего до этого момента просто не существовало. Отсюда вытекает, что человек в принципе по своему образу бытия изобретатель. Как это не называя, не говорив, что это техника, это не техника, это то, а это не то. Человек обретает из всего, что вокруг него обрелся, он обретает что-то для себя полезное новое. То, чего вот до этого момента не существовало. Очень хорошо. А где этому учат мышление? Где они учат? В школе учат мышление. Отчасти в старых школах учили, в новых, наверное, нет. Ну, учат, задают уже задачки. Они как раз решение задач, определяют... Что такое мышление? Ну, мышление. Уже пошло осторожно. Определяют мышление. Значит, возьмем любой урок, ну, из нам известных школьных предметов. Физика, химия, география, история, ну, начиная от безопасного слова жизненной деятельности. Там учат мыслить. Вот какой-то есть раздел, как учитель говорит, вот так крутить шариками в голове. Я, например, не помню. Отучившись все, что мне полагалось, я не помню момента, когда мне говорили, как это... Даже не то, что как мыслить, а как это запомнить. Вот не было такого. Вот выдавался какой-то пакет информационных материалов. Сказали, что в следующем уроке мы у вас спросим, вы должны это все рассказать. То есть, школа, привычная нам, выдавала некий набор информационных материалов и предупреждала, что через два дня ты обязан эти же материалы повторить. Тот, у кого была хорошая память, кто умел запоминать стихи с пятого раза, а не с двадцать пятого раза, тот считался хорошим учеником. Отсюда вытекает вопрос, школьные предметы давали знания? Да, информацию. Давайте поставим скобочки и проедем дальше. Школьные предметы, я сейчас скажу совершенно крамольную вещь. История, география, еще чего-то давали знания. Математика знания не давала принципиально. Потому что знания это какой-то набор фактов, которые как-то в какую-то картинку укладываются. В математике есть там пусть пять десятков формул, которые между собой очень условно связаны. Потому что геометрия, особенно алгебра, чего-то кто-то помнит. Вот в этой самой алгебре набор каких-то преобразовательных формул, которые вместе считаются математикой. Школьный курс математики. Прошел математику, молодец, разбираешься в математике. Но в математике как таковой знаний не было. У меня была ситуация, когда мой преподаватель математики, высшей математикой в институте, как-то уже после окончания говорит, учили мы вас, учили интегральному исчислению, как вот это криво считать площадь. Он говорит, да хоть бы один из вас этим пользовался. Я говорю, а зачем? Клеточки есть. Вот наложили клеточки, посчитали, достаточно. То есть очень много предметов, которые оказались физически не востребованы в принципе. Хотя мы работали по профессии, которую вам дали в этом институте. Так что математика не нужна? Для чего? Деньги считать. В том числе деньги считать. В зависимости от задачи. Понятно. Я попробую ответить. В смысле? Я когда задаю вопрос, я знаю, понятно как это вы даже говорите. Значит математика давала одну очень важную вещь. Она давала логику применить. То есть вот эта формальная логика, если, то, и, или, и. Да, вот эта вот формализованная логика, это то главное, что давала математика. Она научила логически выстраивать свои мысли. Это дискретная математика. Наверное, вот правильно говорили. Но ни один другой предмет этим не было заточено. Историки наваливали кучу фактов. География наваливала кучу фактов. Между собой связь была, ну, весьма условная. Ну, смотря, все зависит от преподавателя. Совершенно верно. Об этом мы отдельно будем говорить, где в этом всем блоке вопросов, где находится преподаватель. Но я говорю сейчас о науке, которую вот дали учебник написано. Вот учебник, да. Согласен с вами. Так вот, тут возникает вопрос. Вот эта самая формальная логика, по которой строится математика школьного уровня, она позволяет по жизни решать жизненные задачи? Нет. Но математика это инструмент, на самом деле. Давайте я скажу про мульту. Математика сама по себе даже не инструмент. Даже не инструмент. Чтобы было понятно, о чем мы говорим, насколько это условно. Вот мы работаем с арабскими цифрами. Да. Известно. 10 знаков, 0, 3, 9. Мы работаем с разрядностью эстетичной. Да. Почему? Ну так удобно. Есть классная задачка. Всем, кто защищает, что это все совершенно очевидные вещи. Представьте себе нынешнего восьмиклассника, который каким-то чудом попал в ПИЗу 13 века. Идет конкурс на деление многозначных чисел, на многозначные числа. Этот мальчишка становится без всякого напряжения чемпионом. А в чем фокус? А в то время арабское обозначение цифр идет. Не арабское виновата, римское. А у римлян есть 1, 2, 3 в виде палочек, пятерочка. То есть, римское исчисление, оно абсолютно логично. Человек в мере этих вещей. 1, 2, 3, 5, 10, соответственно, значит, 50 и 100. И вот представьте себе, попробуйте себе представить деление в римской системе исчислений. Ну, вряд ли. Никто еще, понимаете, не получается. Потому что привычная она десятичная, десятиразрядность. Там 1, 2, 3, потом слева от цифры, потом 10, 1, 2, 3, справа от цифры. Так вот, китайцы, китайский язык появился, они стали делить римскими цифрами и все хорошо получилось. Ну, там уже от римской цифры мало что осталось. Возвращаясь к чему. Нигде по жизни человека не учат мысли. Разобраться вообще, а как это мысли. Получается, масло масляное. Мы пытаемся выразить свои мысли через производные понятия. И вот на этом круг замыкается. Значит, нужно какой-то сделать скачок в сторону. Человек, который живет в окружающей среде, он в этой среде естественно образом зависит. И когда мы общаемся с этой средой, без мышления у нас получается провал в общении. Мы не можем отразить то, что мы видим. То есть, мы не можем понять то, что мы видим. И в результате получается, что человек пытается чем-то от этого окружения как-то отгородиться. И вот то, чем он отгораживается, получается рукотворная прослойка. И вот все вот это люди назвали техникой. Начиная от обломка кости, от поднятого острого камня и все дальнейшие инструменты очень обобщенно можно назвать рукотворной природой техникой. И если законы природы человек изучал веками, то то, что он натворил в виде этой техники, по сути дела, вроде как очень много об этом написано и рассказано. И чертежи, и описания, и все-все-все. Но как это строилось, начали осознавать процессы, в принципе, очень недавно. Очень недавно. И когда начали разбираться, то оказалось, что до сих пор человека учили немножко не к тому. как оказалось. Потому что изучать то, как человек думает, в общем, начали достаточно давно. В Древнем Египте, в Древнем Риме были пытливые умы, которые пытались понять, как человек думает. Успешно или неуспешно – это вопрос пятый, но вопрос был задан. И вот до недавнего, до двадцатого века, все попытки разобраться в этом сводились к одному – к психологии. Как именно человек думает, всегда подходили вопросы с психологической точки зрения. Что у него происходит в голове и как это все интенсифицировать, чтобы он лучше думал. К этому привели очень многие материалы, очень многие попытки это сделать. То, что сейчас называются способы интенсификации мыслительной деятельности. Мозговой штурм, методы фокальных объектов, ворфологическая матрица, синептика. То есть, методы иногда социации – их очень много. В принципе, они все настроены на одно и то же – воздействовать на психику человека. По сути дела, это дать ему какой-то аппарат, который заставит его быстрее думать. Но парадокс в том, что быстрее думать вообще только одно – быстрее перебирать варианты. То есть, метод перебора варианта, метод попробовал, ошибся, попробовал еще раз. Он универсален вот всю историю человечества. То есть, вот этот самый великий метод пробу и ошибок, он настолько универсален, что никто даже не думает, хорошо это или плохо. То есть, человек пробует, делает ошибки. Получилось – запомнил. Не получилось – пробуем еще и еще и еще. Поэтому, когда говорят в чем величие, в чем заслуга Эдисона, велико-американский изобретатель, говорят, он столько-то там сотен сделал, получил патентов, он то сделал то, он придумал ток, он открыл ток, он придумал лампочку. Не-не-не-не, Эдисон сделал великую вещь. Он создал научно-фрезерский институт. Посадил рядышком очень много народу и сказал, что, ребята, перебираем варианты одновременно эти, 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 эти. И, в итоге, от 1025 перебора вариантов вылили с 1026, и получилась свеча Эдисона. То есть, бамбуковый обугленный стержень, запаянный баллон, оказалось, что он дает яркое свечение, будучи подключенным батарейкам. Он сам не снялся говорить, что переборы вариантов, это вот, чем быстрее перебираем, тем лучше думаем. То есть, метод проб и ошибок оказался совершенно универсальным. Что быстрее, да? Что быстрее метода проб и ошибок? Вот. Значит, метод проб и ошибок, он настолько вошел в привычку, что альтернатив даже придумать себе это слово. Тем не менее, тем не менее, значит, сегодня можно сказать, что вот то, что мы говорили стандартное мышление, это умение быстро перебирать варианты и умение быстро генерировать эти самые варианты, которые надо оценить. Возможно, другие подходы. Сегодня говорят, да, возможно. По одной простой причине. Интенсификация мышления не означает другого качественного похода. То есть, надо искать с другой стороны похода. У мозгового штурма два очень простых правила. Первое – запрет критики. И второе – разрешается поддерживать до тебя высказанную мысль. Все. Правила кончились. Критика будет потом, когда закончится мозговый штурм. Задача известна из литературы. Робинзон попал на неветаемый остров, захотел туда выбраться, вокруг океан. Что надо сделать? Это лав-средство. Эстерментов у него было много. Его пожарил Дефо. Дал ему кучу инструментов. И он завалил большое дерево. Как написано по нашим понятиям. Там он его мерил в футах-генах. Получилось почти пять метров. Прилично. Делал дерево. Завалил. Взял инструменты. Из него выдолбил. Получилось типа перори. Огромная лодка. Он это делал. Там, где дерево упало, там он поламан и работал. То есть где-то там, на побережье, не в самой воды. Когда он это дело закончил, у него один вопрос. Как эту перору отправить к воде? Веса у нее было ну так, пару сотен килограмм. Если не больше. Вот задача. Вы попадаете в роль Робинзона. Есть. Черный. 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 Вот есть некое побережье. Вот тут есть вода. Вот здесь вот на приличном расстоянии лежит тяжеленная, выдолбленная деревяшка. Вот есть товарищ Робинзон. Ваши действия. Принимаются любые, самые-самые невероятные предложения. Перенести воду под лодку. Ну проще взять лопату и выкопать. Канал. Вот я подчеркиваю, вот это берег, ну естественно берег с уклоном, к воде. Это океан. Выдать лопату, еще варианты. Бревнышки подложить, чтоб катились по старинке. Замечательно. Бревнышки у него есть. Поднять мы ее не можем. Подкопает, бревнышка положит. Подкопал. Тут. Или где подкопал? Тут. Подкопал. Положил бревнышко. Бревнышко лежит. А вот он подкопал. Ну как-то так. Лежит бревнышко. А можно этот самый, если он будет копать, ну то есть вот встанет и начнет под лодкой копать вниз к воде? Где? Вот здесь? Ну траншею копать, да. Траншею копать. Ну наверное может метров 300 вода прокопать. Прокопал траншею. Вот прокопал. До воды. До воды. Вода остается в этом же уровне. У меня вообще идея какая? Привязать сетку, натянуть, напугать пару кабанов. Чтобы они в эту сетку. Кабанов там не было. А то и кабанов там не было. И они приподняли. Потом приехали дикари. Да, да, да. А бревнышко уже упало. Бревнышко уходило вообще. Раз покопали, два. Вот он уже плавает. Отлично. Там же ветки какие-то есть. Можно привязать к соседним деревьям. И приподнять ее. Для того, чтобы... Ну наверное. В рычаг можно... Что растет дерево? Еще одно. В рычаг можно использовать для того, чтобы приподнять и каким-то образом скольжение вызвать по поверхности. Там листья подложить и по листьям она поскользит. Намочить эти листья. Выложить дорожку. Полить водой. И оно начнет скользить и выскользит туда. Или сделать такую... Салазки, которые как корабли спускают на воду. Из деревьев. Из двух деревьев. Сделать салазки. И пчелка она туда улетела. Я понимаю. Он уже завалил. Пчелка она лежит. Лежит. Тяжелая. Значит. Реальность. Вы себе представляете. Огромное бревно. Берег. И куча остальных порядок. Пусть делает другую. Помимо салазки. Надо какую-то берегу. Деревья растут. Хороший вариант. Хороший вариант. Сделал. Но деревья растут выше. Он же сделал на самом краю. Пусть он ее сделает метровой. Зачем ему 5 метров? Рычаг можно сделать. Как ломиком. И ее подталкивать. По чуть-чуть. Да. И она будет постепенно двигаться. Значит. Использовать рычаг. Использовать листья. Как смазку. Как скольжение. Скольжение. Выкопать. Сделать катки. Еще. Ну давайте скажем самому. Робинзону не получилось это сделать. Он пыл забросил в эту затею. Но мы-то умнее Робинзона. Он вообще может сделать плод. Лодка это слишком шикарно. А плод это по бревнышку перенес до воды. Давайте запомним Ваше предложение. Мы чуть-чуть позже к нему и вернемся. Еще есть предложение? Можно делать много бревнышек и накидать вот туда вот. Вот сюда? Ну под траншею. То есть. Начать копать под лодку. Чтобы она накренилась. Вот. Под ней копать. Вот тут или тут? Вот туда. Слева? Справа. 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 Еще копаем. Еще копаем. Еще копаем. Она начинает крениться. Она начинает крениться. Стала вот так. Ну вот я нарисую. Вот так. Потом она на катки пошла. Да. И потом силой. Вот так она встала. А потом можно под нее там поставить бревнышко, которое… Ну что? Впереди. 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 Чтобы она как бы… Возможность к ней… Как тачка. Как кролик. Таким. Она ушла туда. Наверно так. Можно и колеса приделать. Наверно можно. Деревянные. Деревянные колеса. Вот там спереди вот сначала поставить колеса. А потом откопаем. И она опустится и поедет на этих колесах туда дальше. По идее. По идее. Понятно. Есть еще одна идея. Да. С двух сторон положить по бревну. И сверху приколотить лодку. То есть опору, чтобы сделать на эти бревна. То есть как вот с двух сторон. Как ее поднять с земли? Подкопать бревна. Прикопать. То есть сами бревна. Мы вот подкапываем как лодку. Только не саму лодку, а бревна. Вот лежит лодка. Тяжелая. Большая. А, да. И мы подкопаем лодку. Подкопали. Где вы делаете колеса? Я спереди делаю. Спереди. Вот тут? Да. Прикапываем их в землю. Получается да. Прикапываем. Вот так вот положили. Вот так вот. Большие колеса. Они должны быть выше чем лодка. Ну да. То есть они должны быть еще выше. Вот так. Ну где-то что-то такое. Да. Потом нужно приподнять. Да. Понятно. А приподнять это надо ее подкопать. А подкопать она вверху. Она на колеса остановится. Мы колеса прикрепляем к лодке к верху части. Прибиваем. Прикрепляем. Приматываем и прочее. Вот. И когда прокапываем лодку. Она становится на колеса. И мы просто тихонечко копаем на уровень выше колеса. Ну как бы чуть-чуть. И она едет к себе к океану. По мере прокапывания этой транширы. Примерно вот так работает мозговой штурм. Ну иногда он с большим криком проходит. Другой начинает перебивать. Но смысл мозгового штурма в том, чтобы ни один из участников не перебивал и не критиковал предыдущего. Потому что этого не может быть. Это не будет работать. Я честно один раз сорвался. Сказал, что у Робинзона это не получилось. Он в принципе был врач с образованием. Но у него это не получилось. То есть все его доступные ему знания. Знания элементарной физики. Там где рычаг. Колесо. У него не сработали. Робинзон плюнул и оставил эту затею. А вот то ваше предложение. Которое мне очень понравилось. Делать не одну большую плотку. А собрать плотку. Вот тут вот происходит тот самый механизм. О котором я говорил. Как именно учат мышление. Если не по психологии. Что в сочности означает собрать много бревенгистов. Из частей. Разбить задачу на части и собрать. Незадача на части. Вот сейчас у вас в голове произошел совершенно легкий, простой переход к системе. Одно бревно плавает. И одно бревно плавает. Если человек сел на одно бревно. Неудобно. Перетинуться можно. То есть оно его держит. Держит очень плохо. Если связать два бревна. Уже веселее. Собрать вместе пучок три бревна, четыре бревна на какое-то поперечное. Появилось качество, которое у каждого бревна вообще не было. В принципе не было. И вот в этот момент вы у себя в голове выстроили первичную элементарную систему. Когда наборы элементов собраны как-то собраны вместе и как-то между собой переплетены. Появилось то качество, которое у каждого из этих элементов до сих пор не было. Математики сказали, что если это вот набор букв x, x, 1, x, 2, x, 3 х, все вместе, то итог получился больше, чем сумма этих х. То есть появилось еще нечто. То, что мы называем системным свойством. Появилось взаимодействие между элементами. Вот в этот момент появилась первая система. И если мы сейчас начнем обратно рассматривать все то, что человек за свою историю натворил. Вот всю ту технику. То мы так или иначе увидим везде во всех его проявлениях вот этот самый системный эффект. Так или иначе. Значит куча кирпичей это система? Нет. Древние евреи висели кирпичи. Тысячи кирпичей образуют между собой системы. Ну если их поставить. Вот. Вот. Если их как-то сложить с учетом силы тяжести, то эти сложенные кирпичи образуют стенку. Стенка это уже не куча кирпичей. Это уже нечто другое. Стенка стоит сама по себе. У нее есть уже какие-то третьи размеры. Стена это уже та система которая образовалась из кирпичей. Но из глины кирпич это тоже система. Была куча этих. Вот. Вот. Вот видите. Вот примерно так происходит понимание всеобщей системности. Вот сейчас я сказал что кирпичный кирпич это тоже система. Вы тоже сказали да. Но кирпич это сама по себе система. Да конечно система. Потому что вчера в этом месте была глина. Вот там текла вода. Когда мы ее выкопали, раздробили, смочили водой и сделали перемешивание и остали на солнышке. Вода испарилась частично у нас отреагировала с глиной. Получилось то чего отдельно в глине отдельно в воде не было. То есть это какой-то материальный кусок. Глина была порошком. Вода была отдельной жидкостью. Соединенные вместе они дали то чего вчера не было. Но не там не там. То есть отсюда очень простой вывод. Так что все что мы видим перед тобой системой. Да. Это как говорим что я авторитно говорю в прозе не зная об этом. Все что человека окружает. Все что мы называем условно техникой. Это все носит совершенно универсально признаки системы. Поэтому когда мы говорим что системное мышление это какое-то качественно другое мышление. Это потому что мы просто согласились с тем что все вокруг системно. Всего-навсего. То есть системное мышление это ну как символ веры. Верую ибо. Так вот если мы согласились с тем что все что вокруг нас это системно. Все вы у вас появились. Вы вышли на дорогу системного мышления. Мы готовы идти дальше. Хорошо. Так давайте сделаем сейчас чуть-чуть перерыв. Давайте сделаем 5 минут перерыв и проедем дальше. Хорошо. Хорошо.